Местные жители, соседи, пенсионеры и даже дети. И всех объединила одна цель. Как можно быстрее восстановить дом. В Соломинском районе Киева люди самостоятельно и с помощью волонтеров ликвидируют последствия ракетной атаки. Делают ремонты, вставляют новые окна и убирают в квартирах. Возле поврежденного дома работают коммунальщики. Подробнее смотрите далее в нашем материале. Уже больше недели в этой многоэтажке в Соломинском районе столицы продолжаются работы. 2 января вследствие массированного ракетного удара по Украине перед подъездами дом образовалась пятиметровая воронка. Взрыв был неимоверной силой, делятся местные жители. Вот так теперь выглядят автомобили, оставленные за домом. Все эти окна зашиты нами. Сначала пленкой, чтобы снег не залетал. Это все, что было. А уже после того, как купили фанеру, зашивали фанерой, чтобы тепло не терялось. Максим рассказывает, в соцсети призвал неравнодушных помочь пострадавшим. Откликнулись сотни людей. Пенсионеры, бабушки, дедушки помогают где-то на кухнях. Есть школьники по 14-16 лет. Мальчишки маленькие по 10 лет приходили. Мы угощали их чаем, убеждали, что работы для них нет. Что это опасно и тяжело. Это третий подъезд. Он наиболее поврежден. Туда не пускаем волонтеров до сих пор. Спасатели срезали эти балконы, потому что свисающие плиты – это очень опасно. Около полусотни квартир выгорели полностью. Окна вырвало практически по всему фасаду. Сотни жителей остались без тепла, воды, света. Основная задача наша с первого дня была зашить все окна, чтобы люди могли хотя бы как-то продолжать там жить. Люди делали много денежных взносов. Мы закупали постоянно материалы. Закупили вместе с коммунальщиками около 1200 листов фанеры, чтобы все зашить. Учусь в 11-м классе в школе. Вся моя жизнь сейчас связана с волонтерством. Убирала в квартирах, зашивала окна, нарезала доски. Я умею пользоваться всеми инструментами – крутить, резать циркуляркой, болгаркой, лобзиком. В доме, забитой фанерой, уже большинство окон. Остался последний рывок, уверяют мастера и волонтеры. Зашиваем окна, устанавливается, где проем. Нашиваются рейки, крепим так, чтобы было серьезно, чтобы ветер не повыдувал. Утепляем. Тепло уже в первом и втором подъездах. Также есть свет и холодная вода. Возле дома весь день работает полевая кухня. У нас есть чай в ассортименте, есть печенье сладкое, шоколад, есть кофе. И даже есть горячие бутерброды с сыром и колбасой. А откуда дрова? Это после прилета на территорию садика. Повредило много деревьев. В первые дни коммунальщики их порезали. Немного осталось. Пока не вывезли, забираем, потому что очень холодно. Надеюсь, как-то получится спасти этот дом. С самого детства здесь. Вот у нас здесь ничего нет, дверей нет. Вот это парни сделали, пеной залили. Отопление уже есть. Но при ночной температуре в минус 15 градусов ночевать здесь невозможно. Татьяна, ее супруг, сын и мама сейчас живут у родственников. Вот так она выглядела. Вот такое все оно. Уничтожена мебель, техника, испорчен ремонт в квартире. Стенка, которая отвалилась, она была вот здесь. А сверху вот лежит на полу вот этот кусок стены. Видите, торчит арматура. После каждого обстрела украинцы сплоченно помогают друг другу и продолжают верить в победу над страной-агрессором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова